Многие, наверное, меня спрашивали. Вот, итак, друзья, есть кто? А кто подключается? Какая-то Маша. А у нас что, можно подключаться? Подключается. Какая-то Маша. А у нас что, можно подключаться? Не запретить. Кто-то просто хочет, наверное, поговорить, подключается. Ну, я еще не совсем освоил все азы вебинарной комнаты. Если кто-то хочет со мной провести вебинар, я буду рад провести его, но не в этот раз. Я думаю, друзья, я расскажу более интересное и больше информации дам, чем кто-то. Создавался проект на основе, я не побоюсь и не скрываю этого, на основе маркетинга от Global Matrix. Мы взяли за основу непосредственно образование клонов и переобразовали их под сетевой маркетинг именно для сетевиков. Делали компанию непосредственно с уклоном для сетевиков. Не забывайте об этом. Infinity Matrix состоит из 12 бинарных 7-местных матриц, 9 бонусных 3-местных матриц. Кстати, почему многие из вас забывают про бонусные матрицы? Мне вообще этого непонятно. Вам не нужны быстрые деньги. Для пассивщиков, кстати, есть же у кого-то в структурах люди, которые хотят зайти просто на пассив. Напишите плюсик. Есть ли у вас в структуре люди, которые говорят, а я вот на пассив и вообще никак бы не хочу ничего. Я думаю, что у каждого есть. И без этих людей никуда. Эти люди создают нам товарооборот, эти люди создают нам объем. Мы этим людям обязаны тем, что они заполняют наши пустые клетки, то есть ячейки. В свою очередь мы можем выставлять им свои условия. Но мы должны четко понимать, раз мы им ставим свои условия, то есть как нам удобнее, имея большую команду, имея грамотный инструмент в руках, мы должны и выполнить их требования. То есть требования пассивщиков, это всего лишь узнать, они все хотят знать, когда им вернется энная сумма средств, за какой срок и т.д. и т.п. Им может быть не так интересно вникать в маркетинг. Поэтому, друзья, бонусные матрицы сделаны специально для активных партнеров, чтобы использовать пассивщиков в своих, пускай меркантильных отчасти, но целях. Потому что вы тратите время для человека, который тратить его не будет, а он пускай потратит энную сумму средств, для того, чтобы вы за это время смогли заработать чуточку больше, чем заработали бы с активного партнера, если бы он ничего не делал. Итак, бонусная матрица создавалась как раз таки с этим элементом, то есть с элементом для того, чтобы деньги вы получали сразу. Про них мы будем рассказывать более подробно дальше. У них немножечко другой порядок действий. Там идет реинвест наверх, не вниз идет, как в обычной матрице, а наверх. История создания бонусных матриц, это вообще обычная матрица трехместная, просто с обратным реинвестом, для того, чтобы ее просто не заскамить. Потому что здесь переливов и клонов нет, здесь только лично приглашенные. Но система там идет интересная. Также в системе, как вы видите на слайде, предусмотрено автоматическое создание дополнительных мест, то есть клонов. Клоны позволяют двигать систему, независимо от того, приглашает человек или нет, двигать его матрицу, двигать его так называемый стол. То есть, соответственно, ему позволяют получать определенного рода бонусы при закрытии матриц, а также переходить в следующую матрицу. Меня часто спрашивают, а почему ты не соединил все матрицы, чтобы они покупались автоматически? Друзья, вот если честно, вот, к примеру, взять маркетинг Global Matrix, знаете, да, эту компанию, многие о ней слышали. Если разобрать эту компанию, то там в принудительном порядке покупка матриц, она, ну, как бы, обязывает. То есть, не хочешь, не хочешь, ты будешь всегда покупать дороже матрицу. А если человек не хочет, как быть? То есть, если человек не хочет покупать дороже матрицу, если ему достаточно до 25 тысяч дойти, за кольцовку там сделать, и вот ему там нравится, ну, вот, нет у человека возможности, и, допустим, он не хочет вообще. Он понимает, что у него контингент людей не тот, который заходил бы на матрицу в 40 тысяч или там в 25 даже тысяч. Ему интересно работать со своим контингентом людей. Есть студенты, которые по 400 рублей будут собирать и работать, и создавать такой товарооборот, кстати, тоже из 400 рублей можно создать такой товарооборот, что, в принципе, позволяет зарабатывать хорошие деньги. Вы заметили, что основная часть бонусов, кто сейчас у нас уже зарабатывает, а многие из партнеров заработали уже хорошие чеки, тех, особенно, кто сейчас активную позицию занял в качестве партнера. Вы заметили, что в основном бонусы-то приходят с самых маленьких матриц, постоянно, постоянно с самых маленьких матриц. Так вот, если создать огромный товарооборот, такой, скажем так, муравейник, именно в Амбер, в Эмеральда части, то вы будете гораздо больше получать за счет того, что чаще получаете бонусы, чем, к примеру, зайти в Руби. В Руби хорошо зайти, когда там у вас уже есть команда. Одному там вообще делать нечего, если честно. Но зато, если вы командой в Эмеральде полностью все заработали, у вас есть живая команда, рабочая команда, есть ряд определенных пассивчиков, так называемых людей-инвесторов, которые хотят тоже поучаствовать в денежном таком потоке, то тогда уже можно выстроить стратегию в Руби. Вам, или стратегию выстраивать, я вообще не советую. Многие там придерживаются какой-то якобы стратегии. Я советую вам просто брать и пахать, работать, работать и работать. И все будет нормально. Кстати, в конце я вам расскажу также о нововведениях в компанию. Какие у нас будут нововведения, функционал и так далее. Тех, могу я попросить воды принести? По мере закрытия каждой матрицы автоматически идет распределение денег, заработанных на ней. Это и так всем понятно. Друзья, матрицы – это не хайп-проекты. В хайп-проекте все-таки, наверное, админам часто крышу рвет за счет того, что на кошельке большая концентрация денежной массы. За счет этого, я думаю, и происходят скамы проектов. Когда концентрация денежной массы небольшая, то есть, да, там процентов, может, 20 от всего валового оборота компании, а все остальные деньги идут на выплаты и распределение, ну, на бонусы, скажем так, то, в принципе, в принципе, как я вот по себе скажу, это не особо как бы мозолит глаза и напрягает, и вообще как-то ты на это даже не обращаешь внимания. Потому что все деньги распределяются по сети. Вот. В матрице деньги все распределяются по сети. Какой-то промежуток н-ных денежных средств, конечно, задерживается, потому что матрица – это система накопительная. Но в основном, если движуха идет очень быстро, особенно если команды работают, эти деньги тут же идут на выплаты. Я как админ, чтобы вы понимали, я этого не скрываю, я как админ поставил себе просто три аккаунта в каждой матрице. Плюс есть у меня технические аккаунты, их семь, для того, чтобы оплачивать зарплату программистам, серверной, техническому персоналу и будущему техническому персоналу, который будет, соответственно, привлекаться для того, чтобы наша работа в матрице становилась более комфортной. Кстати, кто уже обращался в техподдержку? Есть люди, которые обращались в техподдержку, и она ему ответила. Я думаю, таких людей много, потому что вчера я связывался с техподдержкой, техподдержка мне ответила, что порядка 500 плюс заявок было обработано. 500 плюс. 500 заявок, друзья, были обработаны. Также будет создана, заявляю это открыто, лидерская ВИП-техподдержка. Лидерская ВИП-техподдержка будет сделана исключительно для лидеров, там порядка 30-40 человек будет, не больше, для более оперативного решения каких-то конкретных стратегических вопросов, связанных с технической частью. Вот, поэтому основная техподдержка работает в течение суток, она обычно отвечает, независимо от того, в какое время вы написали. Но в основном техподдержка у нас активно работает с 10 утра до 10 вечера. Также, если какой-то срочный вопрос, будет работать ВИП-техподдержка. Со следующей недели все это будет организовано. Будет телеграм-чат, телеграм-канал, скажем так. Там смогут им пользоваться только лидеры. Сразу говорю, только лидеры. Если информация о канале будет куда-то уходить, лидер будет сразу оттуда вылетать. Очень оперативно решили вопросы. Плюс, друзья, все, кто мне пишет по каким-то срочным вопросам, я трачу на это время, разбираюсь, помогаю решить особенно проблему с кривыми логинами. Друзья, кривые логи, это в основном из-за того, что мы ставим на русском логины, мы ставим какие-то пробелы и так далее. Дополнительные места. Кстати, поговорим немножко о маркетинге, немножко отвлеклись от темы. Не вышло два клона, Светлана. Если не вышло два клона, берете скрин, берете скрин. Можете отправить мне лично, я проверю, но, скорее всего, вы просто невнимательно посмотрели. По маркетингу я вам сейчас покажу, куда клоны летят. Многие думают, что клоны летят в Амбер, в первую матрицу. Но, как выяснилось, и для многих это было прям открытием, клоны летят во вторую матрицу Амбер за 800 рублей. Сейчас вы все увидите. А вы считаете их в первой. В первой вы их не найдете. Не забывайте, кстати, друзья, такой момент. Многие даже топ-лидеры не знали. И, может быть, еще не знают. Вот, к примеру, вы пригласили меня в компанию. Меня. Я купил место и еще два места. То есть два клона. Я называю это просто три места. Независимо от того, один у меня аккаунт, два. У меня один аккаунт, и на нем привязано три места. Так вот, если у меня будет даже 10 мест кураторские, вы с каждого места будете получать непосредственно вы. Потому что вы мой куратор. Запомните это раз и навсегда. Со своих клонов вы, как куратор, не получаете кураторские. Вы получаете только за закрытие матрицы, за прохождение по матрицам своих клонов. Не забывайте это. И плюс клоны помогают также вашим партнерам, и ваши партнеры помогают вашим клонам. Видео-вебинар, конечно, я запишу. Оно автоматически записывается. Через 4 часа оно будет доступно. Я его выложу в сеть. Лидеры его скинут себе на YouTube-каналы, и вы спокойно в доступе его посмотрите. Потому что, я так понимаю, не всем места хватает. Их выкидывает, да, некоторых людей. Вот точно, видишь, Светлана, во вторую матрицу прилетел. Как оказалось, просто маркетинг был немножко с опечаткой, и показано было, что клоны летят в первую матрицу в Амбер, но они летят во вторую. Итак, поехали по маркетингу. Здесь все очень просто. 7 мест, друзья, 7 мест. Я в матрицах сам не имею такого огромного опыта, как многие здесь сидящие. Многие, может, в АТ-Голден, каких-то там делящихся, не делящихся матрицей есть. Но при этом я уже выучил довольно-таки хорошо наш маркетинг. Хорошо известны мне маркетинги разных компаний, там, Rich's Company и так далее. Global Matrix. Они все очень похожи, отличаются своими фишками. Вот наша фишка – это кураторские деньги. Наша фишка – это то, что матрицы у нас отдельные друг от друга есть, да, каждая по уровню. Прибавляется всего лишь нолик и к заработку, и к входу. Ну и плюс есть система клонов. И также есть бонусные матрицы. Также в каждой матрице предусмотрены, вы заметили, что при заполнении третьего места, третьего места, то есть первый, второй, третий, неважно, где снизу, то есть либо он здесь сел, человек, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Возможно, ваш личник правый пригласил сразу двух человек, у вас два закрылась. Вы с третьего человека по общему количеству людей в столе получаете сразу деньги, которые вложили на свое первое место, то есть 400 рублей. Это, я думаю, всем понятно, потому что сегодня у нас была прям целая дискуссия была с партнером компании. Я не знаю, в какой ветке был. Мы разбирались, почему не пришли кураторские, но на самом деле они пришли. Вопрос, почему встал так, ну, не поняли мы друг друга, точнее, не понял партнер. Потому что независимо от того, какое по нумерации место занял той или иной человек, либо клон, общее количество мест, друзья, общее количество мест. Забудьте первое, второе, третье, четвертое. Есть два плеча и четыре места. Нумерации нет у них. Первые два – это бонусы, вторые два – это на реинвест. Это если мы говорим, к примеру, об этой матрице, да, Амбери. Далее. Переходим в следующую матрицу, и здесь на переход, здесь автоматический. На каждые четыре матрицы переход идет автоматом. На 800 рублей. Все то же самое, только здесь уже идут клоны. Кто у нас тут рисует кружочки всякие? Очень интересно. Давайте, друзья, не будем рисовать. Я не отслеживаю, кто там с чем занимается, но давайте не будем мешать и прерывать вебинар. Вот. Смотрите, здесь идут уже на вывод 400 рублей при заполнении третьего места, да, то есть третье место в общем количестве встало, вам пришло сразу на вывод 400 рублей, и один клон идет в матрицу Амбер. Один клон, друзья, один. Далее, то же самое получает куратор. Вы заметили, что кураторские деньги примерно такие же. Что такое? Так, секундочку. Друзья, давайте не будем отвлекать меня в чате, писать какую-то ерундистику, перенести там на завтра, ничего я переносить не буду, никого ничего не выбивает, просто не мешайте вести вебинар, если вам это неинтересно, и у вас в жизни все хорошо, вы считаете, что вы довольно-таки успешный человек, то я предлагаю провести вам свой вебинар, я с удовольствием зайду и послушаю, возможно, вы мне предложите какую-то бизнес-идею. Вот. Поэтому давайте не будем тратить свое тогда время, если кому-то неинтересно, и не тратьте мое. Я думаю, здесь очень много есть людей, которые заинтересованы в вебинаре, заинтересованы в той информации, которую я сейчас преподаю, и их партнеры будут в будущем тоже заинтересованы. Вот. Далее. Заметьте, что здесь куратор получает примерно столько же, сколько получает партнер. Вот этот процесс, ну, это техническое задание было выполнено маркетологом и мною, когда мы писали маркетинг, потому что во многих компаниях куратора вообще ни во что не ставят. Но давайте по-честному. Закрывая, к примеру, матрицу в Глобале, я ничего не говорю, что компания плохая или неплохая, я по факту говорю, закрывая матрицу на восьмую, я получаю как партнер 100 тысяч рублей, мой куратор получает 5 тысяч рублей. Ну, давайте по-честному, это вообще ни в какие ворота не лезет, то, естественно, куратор не заинтересован для того, чтобы, мало того, что активный партнер ее закрывал, так пассивчик тут вообще, ну, неинтересен будет, неинтересен абсолютно. Вот. Соответственно, два следующих места, независимо, здесь они слева будут, или справа, просто при заполнении двух последних мест идет реинвест в следующую. Ну, я это называю реинвест, переход на копительную систему для следующего стола. А здесь матрица на 1600, ну, все довольно-таки, опять же, просто прозаично. Здесь просто идет уже система клонов. Вот, заметьте, клон с третьего места идет у нас уже в матрицу Амбер, ну, за 800 рублей. Также идет 400 рублей на вывод, 400 наставнику заметили, что здесь небольшие бонусы, 400 рублей, хотя в некоторых матрицах, такого же плана примерно, там сразу 1600, 2, 3000. Я решил, что партнерскую программу, ну, вот, партнерское вознаграждение, гонорад, проще будет разделить между куратором, партнером и принудительной системой клонов, клонизации. Для того, чтобы мы смогли, независимо от того, в каких мы взаимоотношениях с партнером, независимо от того, там, бывает, там, кто-то с кем-то ругается, ссорится, мы не выбирали, под кого будут падать клоны. Клоны падают сверху вниз, слева направо. То есть, здесь фактор о взаимоотношениях каких-то испорченных уходит на нельзя, и фактор остается именно партнерских взаимоотношений. Я сейчас говорю про тех людей, которые, там, хотят поменять кураторы и так далее. Все равно куратор остается, если вы работаете, от него также падают клоны, независимо от того, в каких вы, там, с ним взаимоотношениях. По бонусной матрице, Ирин, я расскажу чуть-чуть попозже. У кого нет звука, просто перезагрузите. Здесь зачастую звука нет у тех людей, которые не используют флеш-плеер, не используют данное программное обеспечение для того, чтобы обеспечить себе качественный звук, качественное видео. Далее. Здесь, заметьте, идет третье место, заполненное. Идет на вывод 700 рублей, и уже с реинвестом. Ну, то есть, накопительная система в следующую матрицу. Я думаю, это всем понятно. Я могу отключить чат, друзья. Отключишь? Алексей у меня за модератор, он отключит чат, и все будет нормально. А в конце я чат включу, вы можете позадавать вопросы. Кстати, вопросы вы можете задавать в графе «Вопросы» наверху. Там есть материалы, вот «Вопросы». Вопросы пишите, в конце я обязательно на них отвечу. Вопросы могут быть любого характера, если они связаны по делу и компании. Также о команде. Матрица на 2500 рублей. Здесь все то же самое, только больше бонусов и больше клонов. Три клона в матрицу «Эмбер». Три клона, друзья, по 400 рублей. То есть, по факту, можно было бы не делать клоны, и просто вам бы пришло вознаграждение 3 на 400, то есть 1200 рублей. Но здесь, при нудительном порядке, идет создание клонов, которые также встают в вашу структуру слева направо, сверху вниз, под того человека, который, может быть, крайний зашел, либо еще что-то. Ну, то есть, под которым сейчас пустое пространство. Не забывайте, что матрицы заполняются в линию, друзья, в линейку. Не так, чтобы в одну ногу все клоны убежали. И вот этот вопрос, кстати, который зачастую мне задают, а почему у меня все в левую сторону ушло. Так, друзья, вы пригласили личника, который прокачал эту ногу. У него-то нормально все пошло. У него влево-право все распределяется. Это у вас перекос идет в левую ногу, потому что у вас зашел сильный лидер. Возможно, вы думали, что когда он будет приглашать людей, они будут к вам тоже становиться. Так вы не забывайте, что это будет его параллелька. Он с нее что будет получать? Ничего. То есть, соответственно, это не его структура. Возможно, там дальше он перемешается в другой матрице, но в этой-то это было бы несправедливо и по маркетингу неправильно. Хочу, кстати, заметить, вот у нас были тут случаи, когда клоны прилетают кому-то в матрицу, и потом, когда клоны двигаются, они встают обратно в матрицу к человеку, ну, кому они, скажем так, принадлежат. То есть, к примеру, если это ваш клон, он встанет в матрицу к вам дальше. А не будет всегда с этим человеком идти, если этот человек двигается особенно медленнее. Теперь ждите перелива от ваших партнеров. Да. Знаете, в чем минус админа? Потому что админу не падают переливы. Я об этом сегодня говорил, кстати, в чате. Вот, 800 рублей здесь с третьего места идет на вывод, 500 рублей наставнику. Вы заметили, наставнику всегда идет неплохая сумма денег. То есть, даже независимо от того, закрываете ли вы, либо ваш, скажем так, наставник матрицу, ну, точнее, партнер, вы получаете хорошее вознаграждение. Плюс идут клоны. Ну, естественно, больше всегда будет получать партнер, который закрывает матрицу. Но это необходимость, потому что человек все-таки проделывает работу сам, и вознаграждение он, ну, процентов на 30-40 должен получать больше. И так дальше. То есть, матрица Эмбер, здесь идет закольцовка. Все, мы прошли эту матрицу, система закольцевалась, соответственно, вы падаете, скорее всего, вы упадете в левую сторону под себя, под какого-нибудь партнера. То есть, слева направо, сверху вниз. У вас падает клон, и дальше этот клон опять так же закрывается, опять закольцовка, и так вы друг друга все начинаете закрывать. То есть, здесь система довольно-таки простая, я ее сам видел, как это все происходит. Довольно-таки интересно, если вы зашли треугольником. То есть, клоны начинают друг за друга вставать, помогать вашим партнерам зарабатывать так же быстрее. Про бонусные матрицы. Что касается бонусных матриц. Их покупать стоит. Объясняю, почему. Если вы хотите заработать сразу, то есть, человека вы пригласили в бонусную, не путайте с обычной матрицей в бонусную. Тут всего три места, и они идут параллельно всегда, друзья. Эти матрицы не друг по другам идут, они идут параллельно. Вот вы закрыли двумя людьми матрицу, у вас создается параллельно еще одна матрица. Все, она никак не связана с этой. Вообще никак. Но ваши партнеры, которые тоже закрывают, они переходят к вам в эту матрицу. Понимаете? То есть, реинвест у них идет к вам, а ваш реинвест идет к вашему спонсору. И все. То есть здесь, к примеру, если нарисовать кругляшок, вот вы, вот здесь, да? Давайте не будем только рисовать, друзья. Вот. Кто там начинает художник? Художество. Вот. Если, к примеру, вы пригласили одного человека, меня, я пригласил Алексея, Алексей пригласил Якова, Яков пригласил Ивана, у вас выстроилась цепочка в бонусной матрице, и она не схлопывается. Но друг за другом все пригласили, не вы, а конкретно каждый человек. То есть, вы одного, я одного, Алексей одного, Яков одного, и все. А потом Иван взял и пригласил двух. У него матрица схлопнулась. Что происходит по логике вещей? Реинвест идет к вышестоящему, от Ивана к Якову, Яков схлопывается, переходит на реинвест к Алексею, у Алексея матрица схлопывается, Алексей реинвест переходит к вышестоящему спонсору, и вышестоящий спонсор его я. У меня схлопывается, если вы мой вышестоящий спонсор, у меня идет схлопывание, и перехожу я к вам, И у вас хлопывание. И все. И создается, если больше, ну, дальше вас никого нет, создается еще одна матрица, все так же по новой начинается. Вот и все. То есть такая ядерная реакция получается. Это если получилось так, что в одну линию все выстроились. Но если вы пригласили двух человек, то все, вы на реинвест идете в соседнюю матрицу, то есть вышестоящему спонсору. Вы его не видите, для вас это просто параллельная матрица. И все продолжается дальше. К своих клонов вы можете посмотреть слева, а когда заходите в бонусную матрицу, слева у вас показано клон, нажимаете на него, и можете на последнего навести, там будет показано два места занято, либо одно. Ну, обычно, если два места занято, то появляется новый клон. Переливов в ней нет. Автопереходов в ней тоже нет. Бонусную матрицу можно купить один раз. Все, один раз вы ее купили, и больше ее покупать нельзя. Я думаю, на этом вопрос должен быть исчерпан. Я советую бонусные купить сразу, особенно которые дешевые. Потому что, если вы не сделаете это сами, это сделает ваш партнер и перейдет сразу к вышестоящему спонсору. Когда вы купите, и в следующий круг он встанет уже к вам. Но первый круг вы потеряете деньги, которые могли бы заработать. Тем более, сумма чисто символическая. Для чего это было сделано? Процесс вовлеченности. Процесс вовлеченности, когда мы заходим на сайт, начинаем обновлять. Ну, только не говорите мне, что вы не обновляете на кабинете каждый раз, каждые пять минут. И судорожно не тыкайте обновить, для того, чтобы не увидеть, может быть, там кто-то что-то завел. Потому что структура уже позволяет не отслеживать всех, а видеть только чек, который растет. У нас еще чек не показан, но скоро это будет сделано. И вот эта бонусная матрица как раз и дает вам вот этот процесс вовлеченности всем почувствовать. Потому что здесь мы сразу видим бонусы, постепенно, постепенно начинают приходить. Поэтому я советую бонусной матрицы прокупать. Я вам скажу больше. Есть люди, которые покупают у партнера бонусной матрицы все абсолютно. По стратегии 2900. Вот. Но у каждой команды есть свои стратегии. Поэтому каждый придерживается своей какой-то тактики. Матрица Эмераль. Матрица Эмераль отличается тем, что добавляется просто нолик. Друзья, все то же самое. Все то же самое, только добавляется ноль. Ноль добавляется непосредственно в самой матрице на вход, ноль добавляется на выплаты. Итак, первая матрица как и в Амбере. Здесь довольно таки все так простенько, быстро. Можно сказать даже немножечко скучно, потому что закрыли 3 места, получили выплату обратно. Ну, куратору вообще не скучно. Он видит, что вы закрываете 3. Следующее место его, 4000 он получает также наравне с партнером. Два места, остальные идут на реинвест. Что нас ждет дальше? Здесь уже поинтереснее на 8000. Здесь 10 клонов в Амбер, 4000 рублей опять же на вывод. Заметили, на вывод сумма не меняется, добавляется, я так называю, в принудительном порядке создание клонов. То есть это ваши бонусы, которые могли бы вы получить, но мы их по маркетингу распределяем на клонов, которые позволяют новичкам, позволяют вам и также позволяют партнерам двигаться быстрее. На дистанции вы заработаете гораздо больше, потому что клон вам будет приносить тоже деньги. Ну и не забывайте, что куратор получает с клона такую же реферальное вознаграждение, что и с обычного вашего места. Со второго места также получает наставник 4000 рублей. И тут уже идет 4000 рублей на клона Эмеральд. Поняли, да? То есть первый за 4000 столов. Ну и дальше идет переход в следующую матрицу. То есть на самом деле маркетинг довольно-таки простой, если, мало того, что изучить его в теории, я вот не считаю, сколько там клонов у меня появляется, скоро это будет все показано на статистике, но маркетинг довольно-таки простой, вообще очень простой. Я думал раньше матрицах все намного сложнее, но на практике, когда пробуешь, вообще все очень, ну довольно-таки быстро, легко и просто получается. Почему мы выбираем вообще матричного рода маркетинг и бизнес? Потому что самые быстрые деньги, друзья, давайте будем честными, в инвестициях мы будем ждать. Вы будете просыпаться ночью от, допустим, того, что вам приснился сон, что в компании что-то происходит не так. А если вы вложили энную сумму средств, для того, чтобы нормально сосуществовать, я думаю, нужно вложить в инвестиционную компанию минимум 5000 долларов, да? Для того, чтобы нам падало 20-30% на эти деньги мы можем хотя бы жить. Я говорю про тех людей, которые не работают на основной работе. Которые работают на основной работе, могут вкладывать 1000-2000 долларов, соответственно, это будет такой приработок, и тоже будут переживать. Понимаете? Всегда мы будем переживать, потому что первая цель инвеста проекта, точнее инвестора, это отработать свои деньги. То есть, да, забрать ту сумму вклада, которую мы вложили, а потом уже выдохнуть и ждать, сколько же мы заработаем. Это если мы говорим без партнерской программы. Вот, в матричном бизнесе немножко все по-другому. Поработал, заработал, все классно. Если попал в хорошую команду на пассив, то тоже заработал, потому что доверился, ты закрыл им места, они закрыли тебе места. Матрица на 16000 довольно-таки, на самом деле, как показывает практика, нелегко сейчас до нее дойти многим. Но сильные лидеры, вот мне нравится, что именно сильные лидеры сюда быстро доходят. Здесь сразу видно, кто есть кто, потому что до этой матрицы, чтобы дойти, нужно уже постараться. Здесь при заполнении третьего места 10 клонов в Амбер, 1 клон в Эмераль, 4000 рублей, опять на вывод, 4000 наставников. Заметили? Опять поровну. То есть, никто не в обиде. Единственное, вы в большем плюсе, потому что у вас система клонов вас двигает. Кому-то она тоже позволит заработать. При заполнении второго места 10 клонов в Амбер, 1 клон в Эмераль, 4000 на вывод, 4000 наставников. Вы скажете, наставник тут вообще может жировать. На самом деле, для наставника здесь созданы все условия, чтобы он был заинтересован, чтобы его партнеры были активными. И даже если этот партнер не активный, а на пассиве, он без всякого там угрызения совести, без всякой зависти будет продвигать этого пассивного партнера по матрице, потому что он также будет получать примерно столько же, сколько и получает этот партнер. Естественно, предпоследнее место дает партнеру заработать еще 7000 рублей. Куратор здесь уже ничего не получает. И остальные накопления в следующую матрицу. Матрица на 25000, друзья. Такой момент. Про матрицу Руби. Мы сейчас будем разговаривать. Я сейчас расскажу вам, как в нее попасть. Многие спрашивают, как попасть в Руби. Попасть в Руби можно только одним способом. Дойти до матрицы 25000, Эмеральд. То есть, если ваше место, хоть одно, хоть один клон, попал в матрицу на 25000, вы можете купить матрицу Руби. То есть, за 40000 рублей. Также купить все бонусные матрицы там. Матрица Руби стоит 40000 рублей. Для того, чтобы, еще раз повторяю, в нее попасть, нужно одним местом попасть в матрицу за 25000. Одним местом. Прокупить их нельзя. Вот это важный фактор и аспект. Прокупить их нельзя. Вы должны дойти до туда. Возможно, в будущем, в лидерском совете, я подниму вопросы для того, чтобы можно было прокупать их. Но сейчас, но сейчас всем условия даны одинаковые. Все показывают своей деятельностью, своей командной работой, как быстро они могут двигаться, как быстро они хотят дойти до матрицы Руби. Даже если у вас будет 500000 рублей, вы не дойдете до матрицы Руби, пока не пройдете все вот эти три матрицы Эмеральда. Купите в Эмбере и не пройдете все три Эмеральда. Чтобы пройти все три Эмеральда, самому прокупиться, нужно, я не знаю, потратить порядка, наверное, 800000 рублей. Ну, то есть, если вообще в одного пройти, то есть порядка миллиона. Вам это будет одному невыгодно. Поэтому здесь очень важно быстро строить команду и команду нацеливать именно на результат, чтобы все вместе потом зайти в Руби. Ну, в 25-тысячной матрице, естественно, бонусы куда интереснее. Вы заметили, здесь идут по 20 клонов, один клон в Эмеральд, 8000 на вывод, 5000 наставнику. Здесь уже наставнику чуточку поменьше, но, тем не менее, про наставника мы всегда не забываем. Здесь, грубо говоря, наставник получает 10 тысяч рублей за прохождение по матрицам его партнера. Ну и, соответственно, куча клонов. Не забывайте, что клоны здесь мы распределяем в отличие от компании Global Matrix. Мы здесь в Infinity распределяем клоны между разными матрицами, для того, чтобы независимо от того, где был партнер, он получал поддержку, а не только все в первой матрице, вот с такой вот юбкой необъятной, получают клонов, которые там просто как в воронку какую-то в трубу улетели и все. Даже тысяча клонов там не показать. Пока они дойдут до второй, третьей, до четвертой, до пятой, шестой матрицы, пройдет очень много времени. На моей практике, закрывая VIP, у меня 1320 клонов, они дошли до пятой. Они только до пятой дошли, друзья, это с учетом того, что у меня 100 лично приглашенных и структуров 15 тысяч человек. То есть вы понимаете, да, что тысячу клонов там абсолютно вообще так быстро теряются. Они приносят порядка, ну, хорошего профита. Но вот это упущение я сразу же подметил и понял, что клоны должны падать в разные матрицы. Во-первых, это разгрузит первую матрицу и сервер. А во-вторых, даст возможность людям, которые застряли в каких-то матрицах, тоже двигаться. Не только с первой ждать паровоза, но и в соседних матрицах получать какую-то поддержку. Дальше. По бонусным матрицам все то же самое, друзья. Только здесь вознаграждение уже с ноликом побольше. То есть в 10 раз больше. Поэтому не забывайте, что перехода в бонусных матрицах автоматического нет. Не забывайте тот момент, что если вы не купили бонусную матрицу, я сделаю так, чтобы всем было интересно эти бонусные матрицы покупать. Поэтому не удивляйтесь, если какие-то из партнеров третьей линии будут уже находиться у вышестоящего вашего куратора и будут работать уже там по бонусным. Не забывайте также, что ее можно купить только один раз. Но я рекомендую, не надо брать деньги в долг, как сейчас вот некоторые люди берут кредитки, кредиты, там быстрее на всю котлету закупаются. Друзья, в таком бизнесе не надо этого делать. Бизнес настолько гибкий, позволяет зарабатывать с 400 рублей такие большие деньги. Как показывает практика, я с 600 рублей заработал за 45 дней хорошую сумму средств. Я около там больше миллиона заработал, намного больше миллиона. Единственное, вывести все не получается с одной из компаний. Но тем не менее, маркетинг позволяет. По поводу вывода, кстати, я у нас сейчас расскажу все в конце. Маркетинг позволяет зарабатывать со 100 долларов, с 10 долларов. У кого как по кошельку. Главное, это чтобы у вас было желание. Желание работать и зарабатывать. А возможности, они сейчас в интернет-пространстве, они колоссальны. Были бы амбиции и желания. И так далее. Давайте поговорим про Руби. Матрица Руби, все то же самое. Опять же говорю, все то же самое. Только прибавляется нолик. Соответственно, здесь уже в 100 раз больше, чем мы будем получать в 100 раз больше, чем в матрице Эмбер. Каждый бонус здесь не 400 рублей, а уже 40 тысяч рублей. Некоторые из партнеров уже попали в матрицу Руби. Здесь важен такой момент. Не то, чтобы не торопиться, а стратегически, плавно, грамотно и правильно зайти. Для того, чтобы все в свои команды зашли друг под друга. Конечно, есть варианты перемешки структур. Это даже интереснее, прикольнее. Но это такой рандом. Я люблю все-таки спланированную командную работу. Но динамику. Именно динамичную работу. А не так, что сидим, ждем, все там чего-то непонятного. Вот мы командой собрались. Нет. Чтобы вся команда работала. Чтобы вся команда работала, нужно, чтобы вы работали. Когда вы начнете работать в своей команде, вы увидите, как за вами подтянутся ваши партнеры. И так далее. Что касается матрицы на 40 тысяч. Мы ее покупаем в ручном режиме, когда переходим в матрицу Эмбер на 25. Не забудьте об этом. Уже это сейчас возможно. Я говорил, что хотел бы открыть с 1 октября. Но с программистами мы решили, что будет интересней. Ну, как бы мы... Я просто на планерке задавал вопрос, когда ее лучше открывать вообще. В принципе, по технической части они сказали, что все равно. Но только сразу открывать мне было неинтересно. И тут моя задача была сделать так, чтобы каждый, кто умеет работать, каждый, кто хочет работать, попадал на нее одни из первых. Я не говорю, что кто-то недостоин в этой матрице быть. Нет, я говорю о том, что здесь важна командная работа, друзья. Я не хочу, чтобы пассивщик какой-то, либо люди, которые не разбираются в маркетинге хорошо, прокупились в этой матрице и сидели, ждали чуда. А сетевики со стажем, которые строили свои команды, просто их потом толкали. Нет, каждый сетевик для себя сам решает, брать какого-то пассивщика туда или нет. Если он берет, то берет за него какую-то ответственность. И все, там уже договариваются. Поэтому здесь, я считаю, очень важный момент – это именно командная работа и динамичная работа. И вы должны пройти путь Эмеральда, чтобы попасть в путь в Руби, который открывает колоссальные возможности. Вы сейчас сами их увидите по маркетингу. Я думаю, много роликов в Ютубе уже видели о том, как это все работает. Но здесь я уже более подробно рассказываю об этом. Здесь идет уже, смотрите, с матрицей 80 тысяч, 50 клонов по 400 рублей, 5 клонов в Эмеральд. Представляете, какую хорошую волну вовлеченности вы создадите именно новым участникам проекта, новым партнерам, которые только-только пришли. Мало того, что они еще не научились правильно продавать, не то чтобы продукт, а сетевой бизнес, так они уже и заработали. Поверьте мне, человек, который быстро заработает энную сумму средств, там даже 20 тысяч, он с большим энтузиазмом будет продавать то, что продаете сейчас вы. С большим энтузиазмом. Вот этот процесс вовлеченности я и хотел создать, и у меня получилось. С командой разработчиков, скажем так, ну да, с программистами. Потому что для меня было важно, чтобы компания заходила без всякого продукта, без всякой легенды, а просто заходила за счет того, что маркетинг классный, кураторам здесь рады, пассивщикам здесь рады, рублевая матрица самая простая, в использовании все просто, чтобы за 15 минут чисто с технической стороны вы смогли перевести человека, он был в матрице, и он смог сделать уже то же самое. Вот для меня скорость вот это важный фактор. В будущем мы будем, когда вводите долларовую криптовалютную матрицу, там уже технический отдел должен работать на ура, и люди должны быть технически подкованы. Но в рублевой матрице все должно быть просто, как у автомата Калашникова. Итак, со второго места вы заметили, наставник сколько получает? 40 тысяч рублей, друзья. 40 тысяч рублей. Наставник. Я считаю, это прям очень хорошо. Хороший профит, хороший гонорар. Плюс одного клона в руби. Понимаете, уже клон идет в руби. Мало того, что он идет в эмбер, в эмераль, так еще и в руби. То есть во все матрицы вы создаете такую поддержку. Два последующих места идет на накопление, переход в следующую матрицу. Матрица на 160 тысяч. Посмотрите, цифры здесь уже довольно-таки внушительные, впечатляющие. Это даже покруче некоторых матриц, которые предлагают нам разного рода компании. Сразу вам скажу, друзья, чем выше планку ставят компании, которые там говорят, что можно заработать миллион эфира на выходе, не заработать. Ну, просто изучив компании, маркетинг, не заработать. Встанет там все. А почему встанет? Потому что маркетинг, если не интересен, если он скучен, то компания, она не загибается, просто там нет движения. Вот вышел телефон, к примеру, вот десятка, да, есть? Вот, айфон 10. Он интересный, пока не вышел айфон 11. Вот выйдет айфон 11, ну, никто не скажет, что десятка плохой телефон. Нет. Просто скажет, что уже вышел 11. Илья, уже вышел 11, и десятка будет дешевле с каждым месяцем стоит. Выйдет 12, и 11 уже подешевле, это десятка еще меньше будет стоить. И поэтому такие компании, к примеру, как Праймер, сейчас матрица, да, которая кричала там, что мы 5 лет на рынке, они создают новую матрицу, они создают новую движуху, потому что они видят, что если компания не эволюционирует, не приспосабливается к тому, чтобы как-то внедрять новые инструменты, как-то чтобы был процесс вовлеченности, давать людям то, что они хотят и просят, слышать людей, слышать партнеров, слышать кураторов, слышать проблемы, которые возникают в разного рода компаниях, то обычно эти компании загибаются так же, как и некоторые телефонные компании, да, там Motorola. Вы же не видите сейчас телефоны Motorola, зато айфоны есть. Хотя они друг на друга все похожи. Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый там, ну, то есть только цифру ставь. То же самое здесь, можно придумать много разных маркетплейсов, только вопрос реализации этого всего, и вопрос, понравится ли это людям. Вы заметили, что здесь нет продукта, нет какой-то легенды, здесь есть маркетинг, есть честность, простота, удобство в использовании и открытость, вседоступность. Вот это и цепляет людей. И, кстати, кто думает, что я там в отзывах некоторых читал, что я тратил на рекламу при создании компании очень много денег, ни копейки не потратил на рекламу, ни копейки. Вот для этого нужна сетевая структура, вот для этого нужна сеть. Я кайфую от того, что строю бизнес в сети, потому что я всего лишь нескольким людям дал PDF-файлы с данного рода маркетингом. И через неделю в YouTube можно было набрать Infinity Matrix, там было все заполнено Infinity Matrix, хотя я даже не знал, кто эти люди, и многие думают, что я проплачивал. Ни капельки не проплатил, ни единого цента. То есть все чисто сарафанное радио. Вот это фишка сети в ухе, вот это фишка и мощь сетевого маркетинга, вот это я называю именно выстраивание отношений с людьми, когда не нужно что-то там за деньги покупать, либо заставлять делать. Вот человеку дал, он рассказал следующему, и тогда ты узнаешь, какая у тебя большая сеть, когда до тебя доходит информация, и меня приглашают в мою же компанию. Вот это классно. Когда мне говорят, ты знаешь, есть классная компашка, кто-то там открывает, слушай, маркетинг бомба, мне так понравился, и я сижу, улыбаюсь, слушаю его, выслушал, и сказал, я обязательно там буду присутствовать, но только меня уже позвали. Вот, и так, отвлеклись. По маркетингу, заметили, да, что цифры совсем другие, все читабельно, вы можете понимать, что здесь партнеры, естественно, зарабатывают чуть больше, чем куратор, тем не менее, куратор получает 80 тысяч, не забывайте это. Ну и последний стол, вот, уже 250 тысяч рублей, здесь идет по 150 клонов, 15 клонов в Эмераль, то есть это два заполненных стола, друзья, два заполненных стола Эмераль, не забывайте, сколько они приносят денег, если это почитать, там будет гораздо больше. 80 тысяч на вывод, ну и наставнику мы решили уже планку поднять до 50 и больше не поднимать. Наставнику и так должно хватать, потому что наставник здесь получается, с этой матрицы 150 тысяч рублей, не забывайте, с партнера, ну и с его клонов, с каждого, кто пройдет полностью всю эту матричку. Во втором месте три клона Руби по 40 тысяч, понимаете, да, то есть это 120 тысяч рублей, на покупку уходит автоматически для создания трех клонов в матрице Руби за 40 тысяч рублей. А 80 тысяч рублей идет на вывод, 50 тысяч наставнику. Ну и, естественно, за предпоследнее место тут больше всего получает партнер, 200 тысяч на вывод. Ну и плюс наставник тоже в стороне не остается, можно было сделать 250 тысяч, но я считаю, когда наставник с каждого места в конце будет получать, он будет радеть и топить за то, чтобы вы закрыли все эти места. Ну и последнее место идет на реинвест, вы попадаете в матрицу под себя же, под свою структуру. И на этом происходит закольцовка автоматическая. Здесь клонов также, друзья, не забывайте, что клоны покупать в вышестоящей матрице нельзя. Есть 400 рублей, 4 тысячи, и потом уже на 40 тысяч. Все, вы не сможете купить клона за 80, за 16, докупиться там. Вы сможете купить за 40, за 4 и за 400. Все, если у вас открыты эти матрицы, больше никак, вообще никак. Ну и также бонусные матрицы. Кстати, многие уже заходят в эти бонусные матрицы на 10 тысяч, на 20 и на 40. Не забывайте, что человека пригласили на 10 тысяч, у вас сразу 10 тысяч возвращается. Ну, про бонусные я все рассказывал. Итак, друзья, теперь про актуальные темы. По поводу вывода средств. По поводу вывода средств у нас будет платежная система Payer. Она сегодня одобрила работу и коннект с нами. На выходных, официально заявляю, на выходных мы подключаем IP-ключи, чтобы был автоматизм. Ну, вот вывод. Из понедельника-вторника у нас будет вот вывод на Payer. Без лимитов. Регламент, я уже говорил, регламент будет в виде слайда, я его опубликую. Менее, с 3 тысяч рублей. Вывод доступен лимитом, ну, с 3 тысяч рублей и выше. То есть, если у вас есть на балансе 3 тысячи рублей, вы можете вывести на кошелек Payer. Регламент будет таким образом. С понедельника по среду включительно. Для того, чтобы разгрузить тех отдел и спокойно люди занимались какими-то другими задачами, вывод будет четкий. Лимитов нет с 3 тысяч рублей с понедельника по среду в любое время. Ну, то есть, вот в эти промежутки. Если вы ставите на вывод, допустим, в четверг-пятницу, то придет уже сумма с понедельника по среду. Вот в этот промежуток. Всем обязательно все будет приходить. Если какие-то будут задержки, будем принимать какие-то меры и, я думаю, оперативно их решать. Не забывайте, что у нас также есть внутрянка. Сразу хочу сказать, что внутрянкой можно пользоваться всем. Только будьте предельно внимательными. Будет финансовый пароль введен. Обязательно финансовый пароль будет введен у нас. Капча. Для того, чтобы обезопасить внутренние переводы. Также вы не сможете вывести большую сумму, чем вы заработали. То есть, если ваш чек, у нас будет отображаться сумма, которую вы заработали. Ну, как бы сейчас это все идет в кучу, да, в колонку. Там будет отдельно. Допустим, вы пригласили Алексея в компанию. Он заработал 300 тысяч рублей по чеку, да? То есть, создал товарооборот, структура 300 тысяч рублей. И он их вывел на Payr, допустим, там, во вторник. Вывел. И вы ему внутрянки перечислили еще 200 тысяч. Он не выведет ее. Он ее может перевести кому-нибудь. Он ее может реализовать в компании. Реализовать в компании. Переведет он ее мне. Я еще не выводил деньги, но я заработал 300 тысяч. Он ее мне перевел. У меня лежит 300 тысяч. Я выведу только 300 тысяч. Независимо его, это деньги мои. У меня все равно останется излишка. То есть, той внутрянки, которую он переводил. То есть, чек равно сумма вывода. Вот такой будет реклама. Вот такие будут условия по выводу. Для того, чтобы люди сразу исключили вариант мошенничества. И мы исключили вариант мошенничества среди партнеров или тех недобросовестных партнеров, которые взламывают кабинеты либо пытаются их взломать и используют внутрянку. Максимум ее можно будет реализовать. Чтобы деньги... Самая главная задача, чтобы партнер не потерял деньги. А если он что-то потерял, чтобы деньги не ушли просто с компанией. Потому что, если будут деньги уходить с компанией, партнер будет страдать, компания будет страдать. Как показывает печальный опыт с Global Matrix, воздух, который образовался в виде внутрянки, они не смогли какой-то степени компенсировать и теперь испытывают какого-то рода трудности, о которых я не знаю, я могу только догадываться. Лех, включи, пожалуйста, чат. Итак, друзья, чат я включил. Вы можете задавать вопросы и в чате, и везде. Другие платежные системы пока прикручивать я не хочу. Объясню потом почему. Хотя сейчас объясню. С пейером, чтобы запартнериться, нужны очень много всяких документов на самом деле. Именно подтверждение того, что мы существуем, деятельности и так далее. И для того, чтобы вам беспрепятственно выводить на кошельки, чтобы нам их не блокировали, чтобы нам не блокировали кошелек компании, чтобы мы не страдали потом и вы не страдали от того, что у нас вывод будет тормозиться из-за блокировки кошелька, не создавать каких-то дропов. Мы решили идти по пути такому правильному, честному и с пейером налаживаем партнерские взаимоотношения для того, чтобы этот мерчант использовать повсеместно и всегда. Зато у нас не будет лимитов, у нас будет регламент, у нас можно будет заводить деньги, вводить деньги с пейером в рублевом эквиваленте нет официального канала на ютубе нет друзья я думаю о том чтобы создать официальный канал все это в процессе мы с вами творим сами компанию у меня в основном упор идет естественно на команды образования так как я изначально создавал сообщество dream team который занимается бизнесом в интернете бонус ники закрываются только личниками до минималка на вы 3000 рублей все правильно не ослышались сколько человек на приглашать этому человеку откуда я знаю миллион может пригласить человек у нас регистрации неограниченное количество техподдержка отвечает всем у кого с регистрациями косяки друзья все в порядке очереди техподдержка все решит скоро у нас будут будут будет новый функционал в кабинете да у нас там много будет разных нововведений будет счетчик на сайте сколько регистрации прошло за все время в компании вот будет также добавлен как искал финансовый пароль вот ну то есть все чтобы безопасно спокойно можно было работать и зарабатывать а баннеры нужны будут баннеры будут так дальше давайте посмотрим вопросы я покачал когда будет доступен вывод максим отвечаем на твой вопрос вывод будет доступен понедельник вторник сто процентов то есть эта информация стопроцентная потому что нам осталось его только прикрутить эти ключи и протестировать на выходных все нам передал добро ну то есть с нами сотрудничает сегодня нам дали ответ нам все проверки мы прошли я говорил что мы на последней стадии находимся а вот поэтому все нормально для меня это очень важно было когда паер нам все одобрил я успокоился что все теперь нам осталось только протестировать и запустить если личник обошел куратора по столам получаете куратор реферальной светлана кулаченко извиняюсь фамилию неправильно назвал да получает реферальный даже если вы в ампере а ваш реферал партнер не важно а он находится в рубе то есть если он даже в рубе двигает закрывает вы получаете с него вознаграждение кураторский в разделе финансы есть раздел бонусы это доход от матрицы и что за цифры в скобках цифры в скобках это замет за места они скоро будут преобразованы в виде чека и статистика будет отображаться более читабельно она так отображается корректно но более читабельно будет отображено куда вы переводите средства к примеру да по email у какому человеку будет отображена сколько у вас людей проплачены сколько не проплаченных это все будет отображена друзья все это уже делается ближайшие несколько дней это уже будет мы постепенно выкатываем обновление постепенно потому что если сразу выкатить могут быть какие-то сбои мы будем тех отдел сильно уже мы сделали что-то одно блок блочно выкатили проверили работает дальше и так далее личник должен купить ира ну давайте сейчас сначала вопросы отвечу я зашла на треку что на трешку трешку битрико уж это и покупала бонусный мат матрицы тройка это неправильно да как это бонусной матрицы тройкой вы можете купить один раз там если даже горит купить вы нажмете вы не купите у вас не пройдет покупка а перфект будет мария отвечаю перфекта пока не будет чуть попозже может быть мы сделаем также будет потом доступен вот в криптовалюте но это в будущем бонусной матрицы один раз да дальше получаете доход все правильно идет реинвест и так далее закольцовка хотелось бы как можно быстрее заработала система ввода вывода как долго еще ждать лена пудикова отвечаю еще раз система вода вывода нам одобрено суббота воскресенье мы и тестируем мы ее и завтра уже начнем тестировать возможно вообще я не хочу просто обещать но мы можем и на выходных скорее всего уже запустим систему ввода вывода но я вам просто хочу чтобы вы не ждали не сидели прямо пульта и в случае если на тесте пойдет что-то не так у нас были сутки для того чтобы это откорректировать поэтому понедельник вторник сто процентов закона мы также получаем выплаты согласно маркетингу и реферальные реферальные получает закона вашего непосредственно куратор а вы получаете закон на подвижение его по матрице все правильно неудобно когда логин это почта а знаете почему неудобно потому что это безопасно все что безопасно нас обычно не очень удобно объясняю почему когда ваш логин читабельный его знают все ваш кабинет легко взломать у вас пароли у всех очень простые вот поэтому я вам честно скажу в целях безопасности программисты у нас очень опытные ребята они мне сразу сказали хочешь безопасно нужно ему все email ваш никто не знает ну не знаю мне удобно переводить деньги через его если под рукой компьютер то очень все удобно почему финансов бонуса где отображена наша зарплата не видно бонус как разограждение это все поправят и сделают они главное что они начисляются и мы видим их в админ панели все остальное я отвечаю тебе все будет отображено и чек будет суммировано показано вам в новом формате есть раздел бонус это доход от матрицы что за цифра я уже говорил так как перфект будет все на все вопросы я ответил их 10 когда с телефона структур будет видно мобильную версию я думаю мы второму третьему октября она уже будет готова но для начала нам нужно поэтапно 1 30 регистрациями да у нас сейчас все устаканивается техподдержка бит техподдержка а вот вывод средств безопасные переводы и постепенно постепенно мы будем наращивать темпы и к более скажем так мелкого масштаба вопросам будем возвращаться и делать не можем мы сразу сделать все есть все охватить потому что есть мелкие вопросы да они требуют столько же времени есть более такие вопросы глобального характера это к примеру вот вывод средств как обратиться в поддержку только через личный кабинет либо на почту почта указана на сайте англоязычный сайт будет как только мы поставим на рельсы все то что я сейчас вам озвучил англоязычный сайт будет обязательно обязательно также будет обучение вкладка там будет с вебинарами и так далее будет видно цифра сколько заработал когда делаешь время желательно было проверочное слово логин друзья я об этом говорил вы если не слушайте вебинар слушайте его еще раз внимательно будет финансовый пароль и капча я принял решение делать именно финансовый пароль и капча никаких проверочных слов там быть не должно что сколько человек первой матрицы собрать ну я вот этими подсчетами не занимают когда будет вот спонсора будет видно тоже скоро анна лукьянова отвечает вопрос спонсора это обязательно спонсора мы будем видеть поиск по матрицам я думаю что стоит вести для того чтобы отслеживать своих партнеров но для меня важно чтобы было видно спонсора мне также важно чтобы было видно сколько спонсоров у нас партнеров проплаченных сколько не проплаченных также информация о тех кто не проплатился чтобы можно было им позвонить и связаться с ними нужно красивая страница на сайте это люди переходят с рекламы куда-то встречи людей надо завести чтобы сами захотели страницы регистрации считают грубо сергей яровой считаю считаю что имеет место быть грубой страницы регистрации но опять же я тебе говорю о том моменте что люди в сетевом идут на людей и возможно у нас не конфетка такая чтобы ее прям вот завернуть и подать есть компании с такой оберткой ну вот прям закачаешься ну вот не ход ну не идет там работа не идет и там возможно и даже не знаешь кто стоит за этой компании когда там что произойдет ну то есть там вообще нет доверия нету там доверия я вот к этому пришел то есть если есть красивая обертка и ты не знаешь кто за ней стоит и вообще откуда человек таким прошлым то это вообще не показатель вон я был в компании доминант финансовым такая обертка была закачаешься просто думал всю жизнь сайт будет существовать конечно полгода все досвидос когда будет доступен вывод вывод будет доступен максим понедельник вторник возможно на выходных я говорю возможно для того чтобы вы не сидели не ждали понедельник вторник будет доступен вывод уже спера спера и на п так дальше вводить деньги в кабинет также можно будет только через три недели нет вводить деньги можно будет в любой момент времени я говорил про регламент о выводе средств елена это важно не путать и вводить деньги можете когда угодно через ввэ вы можете выводить через его можете вводить 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 через пары можете на выводить по регламенту понедельника по среду от 3 тысяч рублей выше один кошелек будет привязан p1 его изменить больше нельзя будет это им говорю сразу у нас уже доступна вкладка ввести кошелек, мы ее просто вскрыли. Как только у нас прикрутятся IP-ключи, мы протестируем, у каждого появится вкладка «Ввести кошелек, рублевый кошелек Paira». Его можно будет поменять только через своих кураторов и через VIP-поддержку, и через меня. Это будет строго. Для того, чтобы если кто-то даже взломал ваш кабинет, зашел и решил, как, к примеру, делали в Global Matrix, поменял быстренько реквизиты от 2 кэша Paira и поставил на перевод. Человек невнимательно зашел, да вроде на выводе стоит, только на выводе уже стоит другому человеку. Здесь это исключено. Один кошелек несколько кабинетов привязать можно. Можно привязать, но только вы его потом не поменяете. Вы должны это четко понимать. Вы его потом не поменяете. Со второй матрицы за 8 минут написано в маркетинге, что появляется, что он будет приносить прибыль. Конечно, будет так же. Так же все приносит, он так же двигается. Просто он потом возвращается к вам. Если вы в вышестоящем матрице, он прыгает быстрее в вашу структуру. Я бы сделал акцент на главный вопрос. На данный момент это... Я поддерживаю тебя, а вы... Кто ты там? Я тебя поддерживаю, потому что я тоже радеюсь за то, чтобы главное, чтобы люди смогли выводить средства, заводить средства и забирать то, что заработали. Все. Остальное это уже мелочи жизни, доработки. Потому что какая бы обертка ни была, если нет вывода, с высотой оберткой так и останетесь. Поэтому для меня первая задача это безопасность и вывод средств. Все остальное уже... Можно ли удалить кабинет? Нет, нельзя. Минимальная сумма вывода, сколько будет? 3000 рублей. В финансах вообще непонятно, откуда деньги пришли, ушли. Все, статистика полная по финансам будет. Бонусы там уже есть вкладка. Вы можете по времени даже сравнивать, они все совпадают. Никаких ошибок по начислениям нет. Меня мама так называла. Блин. Окей, я понял. Если команда опередит спонсора, куда он пойдет? К вышестоящему. Трансфер это перевод, друзья. Плюс трансфер это значит вам пришло, минус трансфер это вы отправили. В истории нет логина. Это все будет, я уже говорил, так хотелось узнать про обучение. Про обучение все в последующих вебинарах вы будете уже видеть. И вебинары, которые будут у нас на потоке, и обучалки будет, и все остальное. Нет, вывод я не сделаю с 1000 рублей, с 3000 рублей. С 3000 рублей, друзья. Все, это окончательное решение, оно никак не обсуждается. Это вы его можете просто принять. 3000 рублей, минимальная сумма для вывода средств. Было решено в лидерском совете. Считаю ли целесообразным, просто я вывод бонусной матрицы давать еще одно третье место в нижний уровень. Это в разы повысит эффективность. Сергей Маслаков, отвечай на твой вопрос. Просчитали все, заскамит бонусной матрицы твое предложение. Обсудили, но мы прочитали это все в системе. Это начинает, ну это не будет так работать, как ты говоришь. Это выглядит классно, но оно не будет работать. Как это нужно купить бонусную матрицу за 100 рублей? Когда купила матрицу Ember, доступна покупка матрицы за 100, потом за 200 и за 400. Сколько можно иметь аккаунтов? Иметь можно сколько хочешь. Главное в них не запутаться, потому что потом восстанавливать очень долго все это. Есть колонка «Дата», в будущем дата будет высвечиваться. Все будет классно, друзья. Вот все, что вы сейчас пишете, половина вот этих вот дизайнерских фишек, мелочи для работы именно с командой, и все это будет доступно, и все это уже в обработке. Как с обучением вебинара? С обучением все будет хорошо, вебинары будут. Сначала это будет Zoom, потом вебинарная комната будет предоставляться лидерам и спикерам, которые имеют место быть в качестве спикера по обучению. Ну и последний вопрос. Если партнер зашел треугольником с тремя отдельными аккаунтами, можно ли один кошелек привязать ко всем трем? Привязывайте, я же уже говорил. Смотрите сами, просто потом не отвяжите его. Будет запись вебинара? Будет. Какой? Финоперация указана, что прошло. Я же сказал. А, прошло. Да. Могу вывести минималку. Я откуда знаю, друзья, через сколько вы можете вывести минималку? Человек может пригласить на 4 тысячи, вымирать, заработать 4 тысячи и сразу же вывести 4 тысячи. Немного не понял почему, можно потом в личке обсудить, я скину информацию. Так мне было сказано от группы программистов, которые все прочитали. Так выгоднее, интереснее и правильнее. Потому что это бонусная матрица, она никак не должна уходить в структуру. Это сильная нагрузка. Все, друзья, спасибо всем за внимание. Надеюсь, вебинар был продуктивным, информативным. У нас собралось больше 500 человек. Это означает, что в следующую вебинарную комнату надо брать... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok